В космосе нас окружает огромное количество массивных звёздных скоплений. И многие из них находятся относительно недалеко. Представьте, что у нас появилась возможность перемещаться в пространстве с очень большой скоростью. Рано или поздно, двигаясь таким образом, мы преодолеем границы Солнечной системы. А если продолжим путь ещё дальше, нас будет ждать кое-что более удивительное. И пролетев более ста парсек, мы достигнем Плеяд, ближайшего к Земле и наиболее яркого звёздного скопления. Благодаря своей относительной яркости, Плеяды были известны людям с древних времён. И наиболее ранние их наскальные изображения датируются 18-15 тысячелетиями до н.э. Первые 40 звёзд в этом скоплении были открыты ещё Галилео Галилеем, а расстояние до Плеяд было рассчитано английским священником и астрономом Джоном Митчеллом в 1767 году. До начала 20 века Плеяды нередко выделяли как отдельное созвездие, однако на данный момент их включают в созвездие Тельца. Данное скопление оставило значительный след в нашей культуре. Его упоминали в Библии, изображали на небесном диске из Небры, созданном в 17 веке до н.э., использовали в древнегреческих, древнеримских и славянских мифах. Кроме того, даже в наше время про Плеяды знает практически каждый. Ведь силуэт из шести звёзд очень часто фигурирует на разного рода логотипах и картинах. Однако количество всех светил в Плеядах существенно превышает эту отметку и, вероятнее всего, доходит до нескольких тысяч. Оказавшись внутри такого созвездия, вы наверняка удивились бы тому, какое большое количество объектов находится на таком маленьком отрезке Вселенной. Так как диаметр этого скопления равняется всего лишь 15 световым годам. Причиной того, что Плеяды имеют такой маленький размер и такое большое количество звёзд, можно назвать тот факт, что там находятся лишь молодые звёзды, которые со временем будут всё дальше разлетаться по Вселенной. Считается, что все звёзды Плеяд произошли из одного молекулярного облака и объединены общей структурой, составом, а также близки друг к другу по возрасту. Возраст всего же скопления в целом равняется приблизительно 115 миллионам лет. А масса, по разным оценкам, доходит до 800 масс Солнца. Возможно, что когда-то людям удастся увидеть это удивительное место вблизи. Однако на данный момент, для того, чтобы преодолеть расстояние в 134 парсека до Плеяд, двигаясь на световой скорости, не хватит и четырёх человеческих жизней. На данный момент известно, что Плеяды проходят через полевое облако и движутся со скоростью 11 километров в секунду. На протяжении всей истории существования человека Плеяды можно было увидеть с любой части Земли, за исключением Антарктиды. Однако легче всего это сделать в ноябре, так как в это время объекты видно в течение всей ночи. Невооружённым глазом мы можем рассмотреть только несколько наиболее ярких звёзд из этого скопления. И все вместе они напоминают большой и малый ковш. Но если воспользоваться специальными оптическими приборами, то нам откроется намного более интересная картина. С помощью бинокля в Плеядах можно увидеть десятки звёзд, а с помощью телескопа – сотни. При хороших условиях наблюдения нам откроется туманность NGC 1435, которая также находится внутри Плеяды и окружает одну из ярчайших звёзд этого созвездия – Миропу. А с более мощным телескопом мы увидим туманность вокруг звезды Майя и туманность IC 349, которая находится в 3500 астрономических единицах от Миропы и также входит в Плеяды. Если же говорить о количестве всех звёзд в скоплении, то по разным оценкам это число может достигать примерно 3000. Но несмотря на такие прогнозы, на данный момент в Плеядах открыто лишь около 1200 звёзд. Причиной этому является то, что многие из них слишком тусклые для обнаружения. Например, коричневые карлики, которые обладают малой светимостью, могут составлять до 25% от всего числа звёзд в Плеядах. А из всех известных на данный момент светил в этом скоплении только 12 могут наблюдаться невооружённым глазом. К ним относятся бело-голубые звёзды спектрального класса B главной последовательности, а также субгиганты и гиганты. Одна из таких – Альциона. И именно она занимает первое место в списке ярчайших объектов в этом созвездии. Данный объект в 7 раз тяжелее нашего Солнца, в 8 раз больше его в диаметре, а светит приблизительно в 2000 раз ярче. Альциона является кратной звездой. Так называют систему светил, которая состоит более чем из трёх звёзд, но с Земли они кажутся единым объектом. Иногда такая близость компонентов в кратной системе может быть только видимостью. То есть звёзда расположена на разных расстояниях, но находится близко по лучу зрения. В таком случае звезда называется оптически кратной. Если же все компоненты системы физически связаны друг с другом и находятся рядом, звезду называют физически кратной. И именно к такому типу объектов относится Альциона. Самым ярким её компонентом является Альциона A, которая представляет из себя бело-голубой гигант спектрального класса B7-3E. Компоненты B и C принадлежат к звёздам главной последовательности спектрального класса A0. Альциона C является переменной звездой, а Альциона D – это бело-жёлтый карлик класса F2. Кроме того, все эти четыре компоненты можно легко рассмотреть даже в небольшой телескоп. Следующей по яркости звездой в плеядах считается объект под названием Атлас. В отличие от Альциона, это светило представляет из себя тройную звёздную систему. Первый компонент, Атлас A, является бело-голубым гигантом спектрального класса B, а также спектрально-двойной звездой, имеющий рядом с собой ещё один схожий объект. Второй же компонент, Атлас B, находится на расстоянии 52 астрономических единиц от первого компонента. Вся система в целом излучает практически в тысячу раз больше энергии, чем наше Солнце, а её масса больше Солнечной в пять раз. Третье место в списке ярчайших звёзд в плеядах занимает звезда под названием Электро. Объект представляет из себя бело-голубой гигант спектрального класса B6-3. Из всех наиболее ярких звёзд скопления Электро является самой горячей, а её светимость в 1225 раз больше Солнечной. При температуре поверхности звезды приблизительно в 14 тысяч кельвинов, радиус Электро превышает Солнечной в шесть раз, а масса равна пяти солнечным массам. Как и многие звёзды класса B, Электро быстро вращается вокруг своей оси. Её скорость вращения составляет около 170 км в секунду. Кроме того, из спектра звезды следует, что Электро – это двойная или даже тройная звёздная система. Один из её компаньонов, вероятно, является звездой класса A, похожей на Вегу. Следующий идёт – Майя. Майя – это бело-голубой гигант спектрального класса B. Эта звезда в 660 раз ярче, чем Солнце, а её радиус больше Солнечного в 5,5 раз. Температура поверхности составляет 12 600 кельвинов. Кроме того, как и всё скопление плеяд, Майя погружена в газопылевую туманность, которая известна как NGC 1432. Пятое место занимает Меропа. Данная звезда представляет из себя бело-голубой субгигант спектрального класса B. Яркость Меропы в 630 раз больше, чем у Солнца, а поверхностная температура равняется 14 000 кельвинов. Масса Меропы составляет примерно 4,5 солнечной, радиус больше Солнечного в 4 раза. Меропу классифицируют как переменную звезду, а находится она в туманности NGC 1435. Последнее место в списке шести наиболее ярких звёзд в плеядах занимает объект под названием Тайгетта. Как и Атлас, это тройная звёздная система. Первый компонент Тайгетта-А представляет из себя бело-голубой субгигант B-типа, а также спектрально-двойную звезду. А второй Тайгетта-Б удалён от первого на расстоянии в 69 угловых секунд. Её видимая звёздная величина или мера освещенности, создаваемая этим объектом, равняется отметке в 4 и 3. Для сравнения аналогичный показатель для самой яркой звезды в созвездии Лиры, Веги, составляет 0,03. Если же говорить о дальнейшей эволюции плеяд, стоит добавить, что рассеянные звёздные скопления, к которым относятся и плеяды, как правило, достаточно быстро распадаются, и лишь немногие из них живут более миллиарда лет. К распаду приводят приливные силы, вызываемые галактикой и гигантскими молекулярными облаками. Также на них влияют и эволюционные изменения. Например, самые массивные звёзды быстро завершают свою эволюцию, взрываются, как сверхновые, становятся нейтронными звёздами или чёрными дырами. К возрасту в 600 миллионов лет в плеядах останется около четверти звёзд от их нынешнего количества, а когда возраст скопления достигнет миллиарда лет, оно будет содержать не более нескольких десятков звёзд. Если же случится одно или несколько сближений с молекулярными облаками, то распад скопления произойдёт ещё быстрее. Однако все эти события произойдут уже тогда, когда наша цивилизация пройдёт не один этап собственной эволюции. И возможно, что к этому времени человечество уже откроет множество других схожих и не менее интересных скоплений, находящихся в разных участках Вселенной. К тому времени плеяды, вероятнее всего, станут для нас всего лишь историей. Но уже сейчас можно сказать, что во все времена мы будем помнить эти звёзды как маяки, которые указывали нам на бескрайние просторы космоса. Из самых первых этапов появления человека освещали нашу планету. К сожалению, все описываемые мной объекты рано или поздно исчезнут с нашего небосвода. Однако если бы не было нас, существ, которые на них смотрят, ценности этих космических тел также бы не существовало. Ведь только люди имеют способность придавать всему окружающему значение и смысл. И до тех пор, пока мы будем продолжать интересоваться этими звёздами, их история будет продолжаться. А благодаря вашей поддержке в виде лайков и подписки на канал, мы продолжим вам про это рассказывать. И услышимся!